Представители вертикали власти области и города, гости из Швейцарии и творческие номера артистов обеих стран. Открытие нового центра прошло не под звуки привычных фанфар, а под симфонию на альпийском роге в исполнении Лука Сабишева. Здесь, на Рджоникидзе-12, открылся уникальный в своем роде центр пребывания для молодежи с множественными ограничениями. Важно то, что этот центр открывается благодаря совместному действию администрации Первомайского района и общественных организаций. Я бы хотел от имени городского совета депутатов, от имени городского исполнительного комитета пожелать центру, который сегодня откроется, именно плодотворной и постоянной работой. Инициаторы создания теплого дома, именно так называется центр, представители швейцарского проекта «Лайфлайн». Директор и его помощницы Бетти и Труди уже пять лет активно сотрудничают с Могилевщиной и создают на территории города новые возможности для родителей и их особенных детей. Мы видели, насколько мамам, имеющим детей и молодежь с особенностями, насколько им тяжело. И поэтому сначала мы начали подготовку, открытие подобного центра, мы начали с нашего первого проекта. Первый проект у нас был «Няня», то есть такая своеобразная служба освобождения на дому была. Новый центр – это 138 квадратных метров уютных комнат для бесплатного обучения, игр и общения. Посещать его смогут люди с самыми разными недугами. Единственное ограничение – возраст посетителей 18+. С ними будут работать четыре няни. «Занятость будет подбираться каждому индивидуально, по их способностям, по их интересам. У нас каждый день будет 10 ребят. 10 ребят в течение недели будут посещать каждую неделю 10, но меняться. Вот, например, один человек может в неделю в нашем центре побыть два дня». Елена Горелик – одна из первых, кто уже записал своего ребенка в центр. Женщина 23 года ухаживает за сыном. У Паши с рождения множество умственных и физических заболеваний. Для нее теплый дом – возможность подарить ребенку новые эмоции. «Он тоже не будет дома постоянно. Будет общение, будет какое-то развлечение ему тоже. Много знает здесь детей. Я надеюсь, что он будет ходить сюда». Иностранные гости заверили, они будут всячески поддерживать центр. Ведь Бобруйс для реализации своих идей директор фонда «Лайфлайн» выбрал не случайно. Он лично заинтересован в развитии здесь новых проектов. «Я еврей, и, конечно, для нас, как бы сейчас, очень интересно была еврейская история. И в Восточной Европе именно Беларусь обладает большой культурно-исторической, то есть, как бы, еврейской историей. И когда мы решили в плане гуманитарных проектов, как бы, да, найти именно то место, где было бы, ну, именно еврейская культура, еврейская история большая, то, конечно, нам среди большого количества городов, нам все сказали, что это город Бобруйск». Пока центр минимально заполнен мебелью и игрушками, но в ближайшие дни ситуация изменится. Первые посетители смогут прийти сюда уже в понедельник. Ангелина Дикун, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.